День народного единства Это не столько спортивный забег, сколько наше желание объединить население, наверное, людей нашего северского района, объединить на одной площадке от мала до велика детей, родителей, всех желающих просто принять участие в таком спортивном празднике. Название забега отражает общую идею праздника. Самовар – один из символов России, а также единство культур и народов в ней проживающих. Чай самого настоящего самовара 4 ноября мог попробовать каждый, причем совершенно бесплатно. Все в лучших традициях русского гостеприимства. Мы единогласно сошлись на том, что самовар – это для всех нас, людей, для россиян, это такой символ единства, народного единства, за которым хочется быть вместе, дружески общаться друг с другом. Ну, такая вот радостная, добрая, счастливая семейная обстановка. В забеге, как и за праздничным столом, место найдется всем. Организаторы разработали 10 возрастных категорий для мужчин и женщин. Бежать могут все – от самых маленьких до группы 55+. Проверить себя на этот раз решили более 250 спортсменов. О, эта история еще прошла в годах, когда наша старшая дочь, занимаясь легкоатлетикой, приняла участие. Мы были болельщиками ярыми, было очень интересно. И мы захотели в том году еще принять в этом участие всей семьей. Прекрасная погода, шикарный парк, замечательнейшая идея в День народного единства провести такое событие. Поэтому всей семьей хотим принять участие. Атмосфера дружбы не исключает духа соревнований. Точность результатов на финише обеспечивали специальные электронные браслеты. Именно с их помощью выявляли лучших в каждой категории бегунов. Приятным моментом на самоваре стали розыгрыши сувениров и подарков. Информационный спонсор мероприятия «Радио Джем» разыграли фирменные кружки. Сертификат на посещение тренажерного зала в спортивном зале предоставил клуб «Пересвет». Я хочу сказать «Радио Джем» спасибо за такую кружку идеальную. Ну а завершилось мероприятие традиционной церемонии награждения победителей забега. Андрей Котовский, Руслан Лов, Алексей Попов, телерадиокомпания «Атаман». В Северском историко-краеведческом музее встретили ночь искусств. Всероссийская акция проводится в учреждении уже седьмой год подряд. В зале собрались друзья музея и все те, кто ценит искусство. В этом году ночь искусств проводится в рамках года театра. Открылось мероприятие кукольным спектаклям «Новые приключения Колобка» на злободневную экологическую тему от семейного театра «Мхатик». Всеми известный герой сказок оказывается в современных реалиях. Большую угрозу для него несут не жители леса, а последствия неразумной деятельности человека. Ночь искусств в Северском музее – это всегда открытие для каждого участника. Краевед Валентина Киселева провела для гостей акции экскурс к истокам кубанских пословиц и поговорок. На встрече выступил Бартия Ярослав Жива с известными песнями и авторским материалом. Одним из самых ярких моментов вечера стала выставка художника Клавдии Ивановой под названием «Жемчужина моей души». Все работы выполнены в технике нейрографика. Каждая картина создается из случайных линий и напоминает детский рисунок. Далее художник дорабатывает отдельные элементы и создает уже осознанный рисунок на основе своих ассоциаций. Клавдия Иванова не только рассказала о своем творчестве, но и провела мастер-класс для всех желающих. Все участники от мала до велика с удовольствием попробовали себя в роли нейрографиков. На этом ночь искусств не заканчивалась. Гостей акции ожидало еще множество приятных сюрпризов и встреч. 4 ноября наша страна отметила День народного единства. В честь государственного праздника в Ильском Доме культуры прошел концерт. Перед началом праздника на площади Дома культуры всех гостей мероприятия встречал духовой оркестр. А в фойе ДК расположилась выставка, на которой свои работы представили художники и мастера декоративно-прикладного искусства. Главное действие развернулось на сцене. Хорошее настроение всем собравшимся дарили лучшие творческие коллективы Северского района. ПЕСНЯ В этот день прозвучали слова поздравлений. От имени Адама Шахмедовича Жарима я всех вас поздравляю с этим прекрасным, замечательным праздником. И желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, свершения замысла, стойкости и мудрости, душевного раздравновесия и неиссякаемого интереса к жизни во всех ее проявлениях. С праздником, дорогие друзья! В честь Дня народного единства прошла торжественная церемония вручения первых паспортов гражданина Российской Федерации. Под аплодисменты всего зала ребята поднялись на сцену за долгожданным документом. Продолжился праздник ярким концертом. В Северском районе проживает более 80 национальностей. Несмотря на различия традиций и обычаев, всех их объединяет желание мира и согласия. Прекрасные, роскошные и почти как живые десятки авторских кукол представили на выставке в Тбилиси. Цена таких творений может достигать 10 тысяч долларов. Эти создания – плод фантазии немецкой художницы Сильвии Везер. Этому творчеству она посвятила себя четверть века назад. Всё началось с коллекционирования антикварных кукол. «Однажды у меня появилась идея делать своих кукол. Я влюбилась в них и никогда не думала, что стану их продавать. Я делала кукол для своей коллекции. А теперь меня приглашают по всему миру – в Москву, Нью-Йорк, во Флориду. Мои куклы нравятся всем». Дизайнер делает лица и руки кукол из тончайшего фарфора. Затем наносит на него несколько слоёв краски и только потом расписывает. Одежду шьёт из дорогих материалов и украшает её стразами и полудрагоценными камнями. Среди авторских кукол – принцы, принцессы и оперные дивы. Грузинский дизайнер Нана Каулашвили по профессии – офтальмолог, но свободное время посвящает куклам. «Теперь это моя жизнь. Не могу представить её без этого. Это огромное счастье». Дизайнеры кукол считают свою профессию многогранной. «В ней и костюмное воспроизведение, и архитектурное, потому что построение композиции идёт, и воссоздание скульптурных тел, рук, лиц, глаз и передача эмоций. И живопись туда идёт, и создание прически – это тоже моделирование, это тоже визажирование». Некоторые художники в своих творениях отдали дань творчеству модельеров. На выставке прошёл конкурс, посвящённый Коко Шанель. «Каждая кукла – это индивидуально. У каждого мастера разный подход, краски, стиль, всё разное. Как раз вот это и ценно. Нет повторов, нет однообразия. Всё необыкновенно». Свои творения на выставке представили мастера из Грузии, России, Германии, Чехии, Украины, Белоруссии, Молдовы, Турции и других стран. Что главное в семейных сбережениях? Надёжность, доход, простота. Облигации федерального займа для населения позволят сохранить и приумножить сбережения, инвестировав под гарантию государства. Приобретайте облигации в отделениях банков-агентов и онлайн. Оль, а давай материнский капитал обналичим? Машину поновее возьмём, на юга сгоняем. Гриш, эти юга будут на севере, на лесопогрузчике поновее. Сертификат на материнский капитал нельзя обналичить, продать, передать или обменять. Это незаконно. Любой, кто пытается это сделать, включая владельца, становится соучастником мошенничества. Направьте материнский капитал на улучшение жилищных условий, образование детей или пенсию мамы. Пенсионный фонд России. Оль, а давай тогда квартиру побольше возьмём? Угу. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok